Здравствуйте! Сегодня у нас 27 августа, и в этих видео мы проходим все пляжи Лазаревска, начиная там, где с северной стороны улицы Победа и Лазарева разъединяются. И мы в 4 эпизода пришли сюда, на центральный пирс Лазаревской, который замыкает улица Павлова, уходит с гор и приходит в самый центральный пирс Лазаревской. Сейчас у нас 9 часов 9 минут, и мы от этого пирса, который с улицы Павлова, дойдем по центральному пляжу, напротив колеса обозрения, до улицы Галараж. Сейчас мы заодно подойдем, посмотрим, как пацаны прыгают, спросим, можно ли их записать на видео. Хотя написано такая, прыгать с причала запрещено, администрация запрещает прыгать с причала. Добрый день! Здравствуйте! А вы местные? Да. А в какой школе учитесь? В 60-й. Ой, в 99-й. В 99-й. Это еще у вам 9-й класс вы? Да. Будете выпускаться в этом году? Понятно. И кем потом будете? Еще неизвестно. Еще неизвестно. А вы читали надпись «Прыгать с причала запрещено, администрация запрещает?» Конечно. Конечно? А прыгнете? Как часто вы прыгаете с причала? Ну так, периодично здесь. Есть. Периодичность есть. Хорошо. Как учитесь? Хорошо. Кем уже, если вы 9-й класс, уже планируете куда-то поступать? Я дальше буду 10-11 продолжать. А в 99-й нету 10-11? Нет. В какую ваше пойдешь? 75-го или 80-ю? Не знаю еще. Еще не выбрал. А профессию? Тоже еще пока не знаю. Понятно. Хорошо. Вам нравится? А вы кем являетесь? А я являюсь местным жителем, но живу в поселке Чемитакваджи. Прожил почти все время в Лазаревской, а потом с 2004 года в Чемитакваджи живу. В 75-й школу заканчивал. У меня там тоже знакомых много. Ну, у меня в 75-й уже, когда я заканчивал, уже... Я знаю. А еще у меня супруга учитель английского языка в 80-й школе. И сейчас у нее дети пришли на субботник. Почему вы не на субботнике? На субботнике. Да. Ну, вы просто 9-й класс, у 10-х классов. Сегодня будет родительское собрание. Сегодня пятница. Как бы родительское собрание у 10-х классов будет вечером. Понятно. Понятно. Ну, прыгайте. Я хочу записать на видео, как вы прыгаете. Вот, давай. Все по очереди. У тебя выбор одет, Димон. Серий, давай ты, короче, берем я за тобой. Я тебе даже выступлю. Красивый или как обычно? Красивый. Самый красивый. Самый красивый. Красивый. Классивый. Тоже красивый? Не знаю. Вон. Никак Ладно, риснем Ооо, это была бомбочка Да, это было не классно Да, могло быть и лучше Да Сейчас нет выбора Так, давайте Решающий У меня страх высоты Да ничего Понятно Тем более администрация запрещает прыгать с печала Да, я похож на свои Ты, наверное, без троек учишься Да нет, тройки есть В 99-й школе есть тройки Обычно, кто из 99-й приходит Они все учатся на 4-5 В школе в этой Нет? У меня племянник в этой школе учился Ну, записываем или нет? Нет Нет? Ну ладно До новых встреч Подписывайтесь на канал А как канал называется? Лазаревская 21 Хорошо Или набирайте Андрея Лазаревская Там мои видео появятся И это одно из последних будет Морально не готов? Морально Итак, мы начинаем наше с вами путешествие С центрального пирса Вот молодежь уже доплыла Опять уже поднимается Уже Они уже прыгнули Уже опять поднимаются А их недруг Еще пока Морально не готов Только физически А вы типа блогер? Типа да А куда материал идет? Материал идет на YouTube А канал можно? Андрей Лазаревская набирайте Андрей Лазаревская Там будет логотип Лаз 21 Красными буковками Так, у меня теперь есть еще плюс По крайней мере два новых подписчика И мы сейчас с вами выходим С центрального пирса И пройдем весь парк Весь пляж Перед парком в Лазаревском В Лазаревском Где колесо обозрения Которое видно из чем-то кваджи Видно в принципе Его даже видно из головинки Когда я как-то был Был в головинке на пляже Тоже великолепно видно Колесо обозрения Сегодня одно из самых чистых морей За все лето Не так много было у нас чистых Чистого моря Не так много было чистого моря У нас в Лазаревском В этом году Если вы помните То до 21 до 20 июня Вообще море было холодное Меньше 20 градусов тепла Только она в этом году Обычно она нагревается уже к концу мая Плюс 20 градусов А в этом году Только с 20-21 июня Начала температура моря Подниматься выше 20 градусов тепла Как бы половина Пол лета Было практически Ну и пол лета Но Одна треть лета Были шторма У нас Были какие-то ночные дожди И шторма Не было такого чистого моря Как сегодня В этом году В этом году Было у нас очень-очень редко Обычно Ну если взять Прошлое лето То ни капли дождя Вообще не упало Река Псизоопцы Пересохла Прямо от слова Совсем И было чистое море Почти все лето Такое же прозрачное Как сегодня А в этом году В этом году Год на год Не приходится И так Мы подходим К небольшой Зоне Как бы Как обычно Зона отчуждения Где стоят Камараны Плям на пляже И поэтому В этом месте Люди Люди Не купаются И не загорают Как вы видите Сколько людей Реально В Азовской Лежат на шезлонгах Вы видите Чтобы полежать На шезлонгах В Азовской Стоит По 300 рублей И цены Подымаются Там Хорошо Так Подымаются В раз 5 Так Небольшая Зона отчуждения И мы опять С вами подходим К великолепной воде Мы с вами Температуру моря Замеряем В прямом эфире По воскресеньям Подписываемся На канал Ставим лайк Ставим все уведомления И в воскресенье Я выхожу В прямой эфир И вы можете Увидеть Замерить температуру моря В прямом эфире И написать комментарий Который отвечу Прямо В видео В реальном времени Отвечу И так Последнее воскресенье Лето У нас было Последние Даже два Воскресенья Лето Температура На море У нас было 28 градусов тепла Такая же Как и температура Воздуха Замеряли мы Последние два раза В море С вами На закате Сейчас вы реально Видите Сколько людей На пляже Отдыхает 9 часов 17 минут В Азерской 9 часов 17 минут Парашюты Еще у нас Не летают Объявляли Что первый полет С парашютом Будет в 10 утра Еще Как бы Не такой Сильной активности На море Разных развлечений С 10 утра Начнут выезжать Наверное Бананы И парашютисты А до 10 утра Только выдают Сапы И катамараны Людей Ну Людей В 9 часов 17 минут На пляже Как вы видите Еще совсем немного Но Учитывая Что уже сегодня 27 сентября Многие дети Уже должны быть Ну В школах Там На субботниках Получать учебники Все учителя Уже готовятся Если вы там Первый класс Десятый класс Или какие-то Выпускные классы Тогда уже Должны проводиться Какие-то родительские Собрания Уже подготовка В школе Идет полным ходом Вот опять же Стоят катамараны Небольшая зона Отчуждения Она обусловлена Такими вот Буйками В море И так же мы с вами Катались На вот таком Великолепном Бананечке На банане Стоит покататься 350 рублей Отвозят В море На 2 километра Там Где стоят Самые-самые Последние Яхты В море На 2 О Привет 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 Это местный Житель Из ВВС Ты ВВС живешь Или с Лазареской ВВС Ты ВВС живешь Но работаешь В Лазареской Да Наш пункт Прокатать А я тут катался На этом На этом Как раз В синем ките В синем ките Но тебя не видел И так Кем ты работаешь В Лазареском Ну я занимаюсь Фотографиями Вот как раз таки С синего кита И С парашютом А ты на яхте Сидишь и фотографируешь Нет Я Получается Я уже Конечный продукт Отдаю А Не ты фотограф Да Я У тебя свой бизнес Нет Нет У тебя не свой бизнес Здесь тяжело Свой бизнес открыть Ты как-то попытался Своё счастье настроить В городе Краснодаре Ты уезжал в Краснодар Ой, это было очень давно И вернулся назад Как это давно было Да я и ненадолго уезжал Где-то на полгода уезжал Ну на полгода Как-то Просто я Мне, кстати, потом предложили Здесь поработать сезон И ты согласен Я вернулся Да В городе Краснодар Я думал, почему бы не попробовать Ты живешь в ВВС И приезжаешь каждый день В Лазареску И вообще без проблем На электричку сел Приехал На автобус Ты вообще на машине Меня тоже машина Жена на машине возит Отлично Хорошо устроился Жена возит Не говори Ну всё, удачи тебе Давай Всё И так Идём с вами дальше Катались с вами на Великолепном банане На этом В принципе Тут Каждые 50-60 метров Вы можете покататься На великолепном банане В Лазареском Так Которая Которая тоже Упирается В море Но проблема Улицы Калараша В том То, что Нету Прямого выхода К морю Через улицу Лазарь Перекрёсток Улицы Лазарева Там сначала Перекрёсток Улицы Победы Перекрёсток Улицы Победы И перекрёсток Улицы Лазарева По улице Калараша Нету Выхода Прямого К пляжу Перекрёстки закрыты Все Ближайший Ближайший проход Это у нас Через Улицу Павлова На море Здесь просто Очень много Хороших Не хороших Но Больших Таких Больших Хороших От размера Больших гостиниц Которые Вот все люди Которые выходят С улицы Калараша Они живут На улице Калараша В больших Великолепных гостиницах Сейчас мы с вами С вами как раз Подойдём С вами С вами Чё-то я вообще Уже договорился Подойдём К стеле Которая находится На улице Калараша Итак Это у нас был Самый центральный Пляж Перед самым Центральным Парком Лазаревской Итак В следующем ролике Мы пойдём От этого места Уже до Пляжа Багратион Узнаем Какие у нас там Есть Ещё дальше Пляжи Вот И смотрим На стелу Так Вечная слава Защитникам Черноморского Побережья Кавказа 1941-1943 Года Итак Здесь у нас Улица Калараша Упирается В такую разворотную Площадку Где стоят Разные Джиппинги Вот Человек Разворачивается И едет Дача Тут У нас по улице Калараша Есть центральная Больница В Лазаревской Центральная Больница Где вам могут Оказать Ну Всю помощь Ну больница Прям полноценная Больница Итак В прошлых роликах Мы с вами вышли С улицы Лазарев Где улица Лазаревая Победа Разъединяется В первом ролике Мы дошли с вами Прошли до пляжа Дельфин Во втором ролике Мы с вами От пляжа Дельфин Дошли От пляжа Дельфин И Свирский Дошли до Морская звезда В третьем ролике От морской звезды Мы дошли с вами До пляжа Гренада От пляжа В четвертом ролике От пляжа Гренада Мы с вами дошли до Центрального пирса. Это у нас с вами пятый выпуск. Мы от Центрального пирса от улицы Павлова дошли до улицы Калараша. И в следующем ролике мы с вами от улицы Калараша по морю дойдем до пляжа Багратион, до реки Псизопсе, где она выходит в море. И все со стороны Победы, там улица Лазарева и Победа соединяется. Все ссылки на эти ролики, которые я сейчас озвучил, есть в описании канала, в описании видео. Смотрим, можете посмотреть. Это все пляжи Лазаревска в 2021 году. Подписываемся на канал, ставим лайк. До новых встреч. Пока!